Привет, друзья! Как видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу рассказать свой опыт борьбы с атопическим дерматитом. У моего ребенка, у моего сына была эта неприятность. Это будет социальное видео, потому что я не собираюсь на канале очень часто говорить о каких-то болезнях, так как это немного противоречит моей философии. Так как я хочу рассказывать о том, как быть здоровым, а не рассказывать обо всех болезнях. Я не врач, но с этим мы столкнулись лично. Есть личный опыт борьбы с атопическим дерматитом и успешный опыт. Мы за месяц избавились от него полностью. Я покажу фотографии в этом видосе, как все было и как стало, и расскажу реально, как с ним бороться. К сожалению, врачи нам не помогли в этой ситуации. Пришлось разбираться в этом всем самому, искать информацию, искать верную информацию, проверять, пробовать. И мы нашли эту формулу, с помощью которой мы вылечили. Эту неприятность. Скажем так, убрали полностью, потому что до конца он все-таки не вылечивается. Если вы с этим не сталкиваетесь, если у вас нет детей, допустим, то, вот мои подписчики, просто пропускайте это видео, потому что я должен был записать его. Моя жена попросила меня записать его, потому что она знает, что с этим многие сталкиваются. Реально, где-то примерно каждый четвертый ребенок сталкивается. В той или иной форме с атопическим дерматитом. И те, кто с ним столкнулись, они, конечно, их иногда ужасают, то, что происходит с их детьми. Потому что кожа вся в пятнах, это может быть у кого-то меньше, у кого-то больше. Может быть, все лицо или вообще все тело в невероятных пятнах, и это потом превращается еще в раны. То есть это все-таки, они как-то слегка кровоточит еще. Выглядит это все, конечно, жутковато. Поэтому я прекрасно понимаю, если вы с этим столкнулись, насколько вас это может беспокоить. И я решил все-таки разобраться в этом еще больше. Плюс это видео, скажем так, будет концентрация всего опыта, с которым мы столкнулись, и как мы решили эту проблему. С тем, что я нашел еще в научном мире подтвержденную информацию, так, как с этим борются американцы, как с этим борются во всем мире. Потому что в моей стране, к сожалению, врачи не смогли справиться до конца с этим. Более того, то, что нам советовали врачи, оно нам сделало еще хуже и не помогло. Но я сейчас не говорю в этом видео, что вы должны избавиться от врачей, и врачи это зло. Нет, просто вы должны включить свою голову еще, посмотрите это видео, посмотрите еще какие-то видео, примите свое решение и сформируйте какую-то стратегию, по которой вы будете двигаться и бороться с этим атопическим дерматитом. То есть пройти все эти круги ада, как говорят, ад это атопический дерматит. Это действительно похоже, но в принципе все решаемо. Если знать, что делать, и делать все правильно, постепенно, пошагово, не ухудшая ситуацию, как сделали мы, например. И в конце этого видоса будет еще один приятный бонус. Я расскажу еще о своем опыте поездки за границу с ребенком, у которого дерматит. И с чем мы столкнулись там. Мы столкнулись с врачами, мы столкнулись с проблемами на границе. Вы об этом всем узнаете в конце этого видео, если вам интересно, конечно. Все, поехали. Тема довольно сложная, поэтому я не смогу здесь рассказывать в этом видео прям полностью все, очень детально. Но в целом я вам напишу стратегию, по которой мы шли и боролись с этой неприятностью. И как мы от этого избавились. Под этим видео я оставлю информацию прям с препаратами, с названиями препаратов, которые мы использовали. Конечно же, не для рекламы, у меня на канале нет рекламы платной никакой. Канал абсолютно не коммерческий пока. Просто расскажу те препараты, с которыми мы столкнулись, с которыми мы проверили на себе. Возможно, они вам тоже помогут. Вы можете найти какие-то похожие аналоги, я не знаю. Потому что это тоже имеет значение, чем вы будете пользоваться. Все внимательно почитайте под этим видео. Там я буду прям использовать, говорить, что, когда мы какой-то маринованный препарат мы применяли. А сейчас давайте пробежимся в целом. Так, что вообще такое типический дерматит? То, что я нашел информацию, то, что совпадает с врачами, что нам сказали, это генетическая предрасположенность. То есть примерно 80% в этом виновата ваша генетика, генетиковая ребенка. Скорее всего, вы передали ему это по наследству от вас или от кого-то еще. Теперь, друзьяшки, по поводу генетики. Смотрите, у меня, конечно, не было такой ситуации в детстве, вообще я не сталкивался. То есть с моей кожей такого ничего не происходило в детстве. Я спрашивал своих родителей, да, мы пытались выяснить, как так, как же так получилось, почему. И, возможно, как-то, чтобы найти способ решения, как наши родители с этим сталкивались. Нет, у меня такого не было. Но было у моей жены что-то похожее, какая-то экзема у нее была. То есть кожа тоже была каких-то пятнах в детстве именно. И это было тоже очень ярко выражено. То есть, вот, например, скорее всего, не факт, но, скорее всего, это генетика жены сработала в этом варианте. Но сейчас у моей жены нет никаких кожных проблем, у нее хорошая кожа. И, смотрите, все абсолютно прошло, нет никаких проблем, это все переросло. Это я к тому, что не отчаивайтесь, если сейчас это происходит с вашим ребенком, у него такая кожа сейчас, да, вот у него дерматит. Не думайте, что это будет так всю жизнь. Скорее всего, скорее всего, это вообще все пройдет. То есть просто станет более крепкий иммунитет, кожа станет более, скажем так, более полноценной, более защищенной от окружающей среды. Она станет более здоровой. И это все перерастет, и все будет хорошо с вашим ребенком. Потому что всего лишь 20% это окружающая среда. Целых 80% это генетика. Что значит генетика? То есть у вашего ребенка, у него не хватает определенного белка в коже. И представьте себе, как будто у вас плотная кожа, да, вот как пленка. Но из определенного белка в ней есть небольшие отверстия в этой коже. То есть она не совсем плотная, не идеально плотная. Вы не видите глазом, вы никогда не увидите эти отверстия. То есть просто как нет определенных клеточек, такие как прорехи, да. То есть кожа из-за этого не плотная такая, как должна быть. Она как будто бы незрелая до конца. Вот из-за вот этой неплотности, из-за вот этого белка, которого не хватает, и это фактор генетический на 80%, именно из-за этого кожа становится более проницаемой всевозможными бактериями. То есть в основе лежит генетика и то, что в коже накапливается, кожа не может так держать такую хорошую функцию барьера, так как кожа, наша кожа, это, во-первых, защитный барьер от окружающей среды. И на коже всегда живут бактерии, всегда есть слой бактерий, который на ней находится. Так вот, у дерматитников, будем сокращать, да, таким образом, у дерматитников они более склонны к этому из-за того, что у них проблемы с кожей, с целостностью кожи. И все бактерии, которые находятся на ней, они развиваются быстрее, они развиваются вот в такие болячки, которые вы видите. Смотрите, почти всегда и очень часто, очень часто к этому всему присоединяется бактериальная флора. Самое частое по всем случаям, что возникает, это золотистый стафилококк на коже, который находится. Он находится уже на коже у вас, но он начинает размножаться слишком сильно. Это все приводит к таким вот пятнам на коже, это все выглядит, конечно, жутковато. Также это может быть герпетическая экзема. То есть это в большинстве, в подавляющем большинстве случаев виноват золотистый стафилококк и герпетическая экзема. Но не всегда. То есть есть смысл, целесообразно проверить на то, какая бактерия живет на вашей коже, пойти к врачу и поговорить с ним об этом. Потому что вас могут не направить, не проверять бактериально, какая же там все-таки бактерия находится. Скажу так, вообще ваш врач, терапевт должен не сам справляться с этим. Ваш педиатр, когда вы придете, он так и будет делать. Он вас начнет направлять по всевозможным врачам. Понимаете, наша медицина так устроена, что когда вы готовите к врачу, то он включает кучу разных врачей. Потому что он специалист только в какой-то конкретной сфере. А в целом, в общем, целостно рассказать что-то вам они и до конца сами не могут. Потому что так построена система образования. Поэтому, в общем-то, и существует мой канал. Потому что действительно здесь будет более ценная информация по здоровью. То, что врачи вам просто никогда не говорят. Они учатся лечить ваши болезни. Вся медицина направлена на то, чтобы лечить болезни, а не делать вас здоровым. Поэтому могут быть цены такие каналы, как мой. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Будет интересное видео на всевозможные темы, как быть именно здоровым. Чтобы не пропустить новое видео. Это я сейчас напоминаю в начале видео, чтобы вы просто не забыли этого сделать. Ну, реально, я сам забываю подписаться, лайкнуть и так далее. Так вот, когда вас начинает педиатр направлять к другим врачам. Это хорошо, но это минус. Потому что, получается, немножко невнимательное отношение из-за этого к вашему ребенку. Но это нормально. Он должен пойти к дерматологу. Вас могут направить к гастроэнтерологу. Что уже есть лишнее. То, что я и говорю, минусы. Но дерматолог точно должен вас посмотреть. И, возможно, какие-то сделать анализы, чтобы убедиться, какая там бактерия находится на коже. По поводу гастроэнтеролога. С кишечником у вас никаких проблем нету 100%. Это глупость. Но они не то, что глупые врачи, что вас направляют. У них есть там определенный протокол, по которому вас будут прогонять. Я сразу скажу, не тратить свое время, не мучить ребенка. Не нужно заниматься поиском проблем в кишечнике. Вы ее там не найдете. Потому что это проблема в самой коже. Кишечник здесь вообще ни при чем. Проблема в коже и в бактериях. Вот это основа этого заболевания. Это уже доказана наукой. Это научная информация. Я вам буду давать только научную информацию и свой собственный проверенный опыт. Поэтому не занимайтесь этими поисками. Атопический дерматит проявляется впервые до 5 лет. В подавляющем большинстве случаев. Где-то 90% случаев проявляется до 5 лет. Если у вас проявился дерматит в первой неделе жизни. Скорее всего это не атопический дерматит. Это что-то другое. Потому что оно обычно проявляется чуть позже у новорожденных ребенков. У младенцев. А вот у нас например проявился где-то 6 месяцев. Где-то вот так примерно. 5-6 месяцев. Из-за того, что в коже. Из-за того, что нарушена защитная функция кожи. Барьер. Кожа также теряет сильнее влагу. И вы должны понимать, что в основе. Также лежит потеря, большое количество потери влаги в вашей коже. И когда мы сейчас начнем говорить о том, как собственно лечить. Вы должны понять, что вам ваши действия должны быть направлены на то, чтобы сохранить кожу влагу максимально. Чтобы ее уложить и сохранить. Потому что кожа ребенка, она теряет очень много влаги. И из-за этого она становится сухой и воспаляется еще больше. И все это еще более усугубляется. Итак, вот теперь мы плавно подошли к тому, собственно говоря, что нужно делать, чтобы избавиться от этой неприятности. Смотрите, есть несколько направлений, с которыми вам нужно двигаться. Первое направление это максимальное интенсивное увлажнение. Увлажнять нужно просто отдельное у вас направление. То, что вы должны делать, это увлажнение. Всевозможным способом, не только одним способом. Второе, это использование кортикостероидов. Без них у вас мало что получится сделать. Их нужно применять местно. Об этом я сейчас все расскажу. И в целом вам нужно следить за иммунитетом вашего ребенка. Потому что часто это происходит на фоне ослабленного иммунитета. А у детей до года он просто де-факто ослаблен. Потому что это еще не совершенно иммунная система. Даже вот у нас ребенок грудник. Но и тем не менее, все равно. Хотя это считается более крепкой иммунной системой, если вы кормите ребенка груди. То все равно у него ослаблен иммунитет. До года это явно не совершенно иммунка. И оно тоже влияет, способствует этой проблеме. Смотрите, по поводу увлажнения. То, что вы должны делать, это я рекомендую вам. Во-первых, вы лучше используете. И наукой доказано, что лучше использовать всевозможные мази. То есть, для увлажнения подходят они лучше, чем кремы. Но кремы, например, лучше подходят летом. А мази во все остальное время года. Зимой особенно. То есть, отдавайте предпочтение мази. Также это эмуленты, так называемые. Они, я понимаю, это все бьет по бюджету. Это все дорого стоит. Эмуленты, это тоже определенные, такие очень густые вещества. Которые вы будете использовать для увлажнения кожи вашего ребенка. Увлажнять нужно так, как мы делаем. И мы делаем это два раза в день. Обязательно вы купаете в ванной. Вы купаете ванной не пять минут. И вы купаете ванной не горячей ванной. Вы делаете нормальную температуру в ванной. Лучше даже чуть-чуть прохладнее, чем обычная. То есть, вы не греетесь, как себя, допустим, если вы любите. Да, вот у меня жена любит горячую ванну. С ребенком, с дерматетом делать так не надо. Нормальную ванну и минимум 20 минут в ванной. То есть, ванной реально работают. В ванной, для ванной тоже есть специальные крема, которые вы используете прям в ванной. То есть, вы мажете кожу ребенка, чтобы даже в ванной она не теряла лишнюю влагу. Потому что эти кремы помогают. Помогают и удержать влагу, и также самоувлажняется кожа еще лучше в ванной. То есть, есть такие крема, поищите их. После ванной, когда вы достали ребенка, 20 минут он у вас там поплавал. Прямо вы можете прям набирать полную ванну. Душ, отвечая сразу, не работает. Душ работает малоэффективно. После ванной вы выходите еще мажете ребенка кремами. Обязательно. Причем густым слоем. Это не чуть-чуть-то где-то помазали, понимаете. Это должно быть прям серьезно нормальным густым слоем. Как вот на солнце, когда вы, чтобы не сгореть, вы мажете густым слоем крема от загара. Так же самое вы делаете с ребенком. Мажете его густым слоем, одеваете его. И я вам рекомендую использовать одежду для ребенка с рукавами. Потому что при дерматите есть такое понятие еще зуб, да? И он может быть реально серьезным. Если ваш ребенок маленький, он вам об этом не скажет, что у него зуб. Ну, будете расчесывать просто эти ранки. Тем самым это будет еще дольше заживать. Поэтому я рекомендую вам использовать длинные рукава. Тонкий катон, не синтетику. Следите, чтобы это всегда было чистое. Если надо, там, глажкой, если у вас там мало вещей. Или стирайте почаще, чтобы вещи были чистые. Длинные рукава защитят то, что когда он будет чесать ручки и ножки, он не будет расчесывать эти раны. Это реально будет помогать. Потому что ночью вы не будете следить за ребенком полностью. Он может расчесать ваши раны, и это будет еще дольше заживание. Смотрите, это по поводу увлажнения. Также вы должны, обязаны добавить. Просто у вас дома увлажнители. Поставьте их, вот, может даже в нескольких комнатах. Если это зима, если у вас еще работают батареи, это 100% у вас воздух не такой, как нужно. Мы купили датчики. Мы контролировали, какая влажность воздуха в квартире. Потому что иногда она бывает сама по себе, влажная погода. Просто, например, на улице чуть потеплело, и влажность повысилась. Если у вас контролирует температура на батареях, сделайте это. Подкрутите батареи, чтобы не было так жалко в квартире. Потому что это немаловажно. Вот этот фактор потери влаги из-за того, что вы находитесь в сухой квартире, он влияет. Действительно влияет. Поэтому купите увлажнители и используйте их. Они стоят недорого, они стоят копейки, но они реально работают. По поводу увлажнения, когда вы ходите еще на улицу, вы должны следить о том, чтобы ребенок не терял какую-то лишнюю влагу еще на улице. То есть, если вы идете гулять, вы не укутываете ребенка так сильно, чтобы ему было реально жарко. Как лайфхак, вы можете просто даже померить температуру у него внутри, под одеждой. Просто термометр небольшой, не ртутный, конечно же. Можете положить ему под одеждой, померить температуру внутри. Просто, чтобы понять, как его одевать, если вы не можете сориентироваться. Чтобы на улице он сильно не потел и опять же не терял влагу. Вы, конечно, еще должны понимать, что есть сухой дерматит, а есть влажный, мокрый дерматит. Вот есть определенные нюансы, которые вы должны тоже учитывать. Потому что и тот, и другой дерматит нуждаются в увлажнении в любом случае. Увлажнять нужно в любом случае, потому что это реально будет помогать вам бороться с этой неприятностью. Но, когда мы переходим плавно ко второму шагу, это использование кортикостероидов, вы должны понимать, что сухой дерматит нуждается в использовании меньшего количества кортикостероидов. Прям совсем аккуратно, точечно вы должны использовать, потому что кортикостероиды, они сушат кожу. Что нам особо не донесли врачи. И мы использовали, во-первых, более сильные концентрации, чем нужны кортикостероидов. Это местное действие, да, это крема всевозможная. И они нам сделали кожу еще более сухой. Хотя у нас был влажный дерматит, все равно кожа стала еще более сухой и все ухудшилось. Мы разнесли по телу, это стали, если там было, допустим, ну, где-то в раз в 2-3 хуже стало. Чтобы вы понимали, насколько может хуже стать. Из-за того, что мы использовали более мощные кортикостероиды, чем нужно было. Просто врач решил таким образом. Вот мы все равно довольны врачом, но она тоже ошиблась. Она тоже не какой-то там всемогущий специалист, который там в мировой популярности. Она обычный человек, она молодец, если вообще занимается своим самообразованием. Потому что врач это самообразование прежде всего. Поэтому они не получают достаточно информации в университетах. Они, к сожалению, наша медицина так устроена, что вынуждены, обязаны доучиваться постоянно, самостоятельно. Потому что информация не совсем актуальна. Поэтому я не видю терапевта, не подумайте, что это видео для этого направлено. Нет. Просто нужно работать в команде с терапевтом. К сожалению, мы ошиблись и кортикостероиды дали более мощного. Высушили кожу еще больше, разнесли по организму. Поэтому отсюда вытекает сразу вам рекомендация. Если у вас ребенок до года, я нашел эту информацию, эксперты так тоже с этим согласны. До года ребенка не нужно вообще использовать сильные кортикостероиды. Вы должны использовать слабые, максимально слабые. Использовать их точечно, тонюсеньким слоем. Просто очень тонким слоем, там, где у вас реально пошел дерматит, именно вот эти красные пятна. Используйте на них. И буквально чуть-чуть, пару миллиметров вокруг. То есть на здоровую кожу практически не нужно. Так как вы после того, как вы мажете кортикостероиды, вы должны сразу же мазать практически после этого кремами. И крема должна быть жирным, толстым слоем. Но ни в коем случае не смешивайте это все вместе. Я сейчас поясню, что значит не смешивать вместе. То есть мазь должна быть вокруг этих пятен. Мазь должна быть на здоровых местах. Улажняющая мазь. Она должна быть на здоровой коже. А кортикостероид на нездоровой коже. На вот этих красных пятнах. Во все другое время, когда вы не используете кортикостероиды, вы можете мазать все тело. Но не смешивайте одновременно на ране кортикостероид и мазь. То есть только кортикостероид. Вокруг мазь. Таким образом, во-первых, вы обезопасите себя, чтобы не разнесете кортикостероид на коже большей территории, чем вы хотели бы. То есть он должен быть только локально. На вот этих точках, где у вас есть проблема. Дальше вы помазали кремом. Не смешали это все. Дайте ребенку, пусть он немножко погуляет, допустим, в памперсе. С ним ничего не случится. Даже если у вас в квартире чуть-чуть прохладно. Пусть это все немножко впитается, и потом уже одевайте. Чтобы не разносить это все, не смешивать. Это очень важно. Теперь смотрите, кортикостероиды. Очень важный фактор. Они нам реально помогли избавиться от этой неприятности. Но есть определенная стратегия, как я вам рекомендую использовать. Попробуйте поэкспериментировать, как нам помогло. Найдите еще больше информации. Соберите все в одну кучу это все. Но я говорю, реально работающий опыт, как мы сделали. Смотрите, кортикостероиды вообще не используйте много. Есть такое правило. Чем тоньше кожа, тем меньше кортикостероиды должно на ней быть. Тонкая кожа, во-первых, это ручки, это гениталии, это лицо. Но если, например, на теле кожа более плотная, на спине, например, впереди, на груди, она более плотная. Там можно использовать чуть-чуть толще слой кортикостероида. А вот на такой тонкой коже, особенно на лице, минимально тонкий слой. Почему? Потому что кожа начинает это все впитывать. Кортикостероид практически не проникает. Он действует местно. Он не проникает в кровь. Он не будет по всему организму как-то там циркулировать. Нет. Но частично он все-таки проникает в тонких местах, если вы будете мазать слишком сильно. Теперь по поводу стратегии. Вы должны плавно начать использовать кортикостероиды. Платно, плавно. Начинайте их постепенно наращивать, допустим, один или два раза в день. Начинайте с очень коротких сеансов, скажем так, кортикостероидов. И смотрите за реакцией кожи. Если начинает проходить, вы постепенно, постепенно можете или набирать обороты, или сбавлять обороты. Если проходит, не набирайте обороты, не надо мазать больше. Если не проходит, увеличивайте дозу крема и мажьте еще больше кортикостероидов. Чуть чаще, например. Не то, что больше слоя, а чаще просто. Если это проходит, вы постепенно от него уходите. То есть вы должны выработать схему. Мы, к сожалению, нам дали слишком много кортикостероидов, мы не могли от него уйти. Но мы сами решили, сами решили уходить от него. Хотя и врач нам рекомендовал использовать еще. И мы постепенно уходили от него. Когда он начал реально проходить все, мы начали использовать его как можно реже. Например, это может быть уже не два раза в день, а один раз в день. Потом, например, один раз в два дня. Потом может быть один раз в три дня. Потом один раз, например, в четыре дня. То есть вы таким образом постепенно снижаете дозу и уходите вообще от него полностью к кортикостероидам. Очень хорошо еще работает, я сразу вам скажу, бепантен для кожи. Но больше, как я сказал под этим видео, почитайте информацию, я вам все систематично напишу пошагово, какие препараты, где лучше использовать. Но вот кортикостероиды, они точно работают и нужно грамотно к ним прийти, как по пирамиде. Смотрите на это, как на пирамиду. Сначала наращивайте до того момента, насколько вам нужно, чтобы начала проблема уходить. А потом просто плавно уходите и избавляетесь полностью от этого. Теперь по поводу, это реально должно вам помочь. И это ключевое, что вы должны вспомнить в этом видео. Немного кортикостероида и плавно уходите от него. По поводу увлажнения. У нас уже нет давно этой неприятности. То есть это мы примерно, когда мы поняли, что нужно делать правильно, мы забавились примерно за месяц. За месяц, может там плюс 10 дней. То есть это очень быстро все произошло. Хотя до этого было несколько месяцев. Мы двигались в ненужное направление, оно ухудшалось наоборот. Пытались следить за питанием, что-то там давать. Так как после 6 месяцев уже начали вводить прикорм. Оно начало тоже ухудшаться на фоне прикорма. Но, скажем так, оно скорее начало ухудшаться из-за того, что это больше напрягало иммунитет. Так как новая пища, это тоже напрягает иммунитет. Это не из-за самой пищи, как я вам уже сказал. Здесь не влияет сама еда. Можете сильно так не думать об этом. 100% еда вам особо ни на что не влияет. Но не нужно также перегружать ребенка едой какой-то. То есть если вы, например, начинаете вводить пищу, постарайтесь, возможно, на период лечения как-то не вводить прям слишком много разных, разнообразных продуктов, которые могут вызывать какие-то аллергические реакции. Например, аллергенные продукты, какие-то фрукты, которые могут вызывать аллергии. Постарайтесь, если вы кормите все-таки еще грудью, то погромить, наверное, на это время просто грудью и вводить совсем по чуть-чуть прикорм, пока вы улучшите ситуацию с кожей. Просто чтобы не напрягать излишнюю иммунную систему. Так как иммунная система реагирует и на еду тоже, то, что вы едите. Теперь основная вещь, которую еще нужно понять. Атопический дерматит, к сожалению, это не то, что прям берется и вылечивается полностью. Вы можете улучшить, как в нашем случае, так, что вообще ничего на коже не будет. Ничего. То, что у нас началось пятнышко на лице, буквально с одного пятнышка, разуслось оно по всему практически телу. И смотрелось это, конечно, жутковато, как я уже говорил, да? Но все это мы убрали полностью, буквально за где-то дней 40, возможно. Но вы должны понимать, что эта проблема, она у вас остается. То есть вы теперь просто улучшили внешне, но у вас кожа теперь будет склонна к этому. Насколько долго? Это все индивидуально. Я не могу сказать, как долго у вас сошло ребенка это будет. У нас сейчас нету. У нашего ребенка год и семь. Примерно где-то от шести до девяти месяцев мы с этим боролись, когда ему было от шести до девяти месяцев. И с девяти месяцев примерно уже нет ничего на коже. То есть уже почти скоро будет год. Сейчас вот опять зима начинается. Но оно чуть-чуть все равно не проявляется, например, вот в зиму. Сейчас в зиму явно какое-то ухудшение. И мы знаем почему. Из-за того, что опять появилась сухость в помещении, потому что батареи на улице, холод. И, кстати, вы должны понимать, что на улице, когда вы выводите ребенка, обязательно качественные покупайте увлажнители для кожи. Точнее даже не увлажнители, так как на мороз кожу нельзя увлажнять. Есть специальные средства, защищающие кожу ребенка во время прогулки на улице. Они специально для этого. То есть вы не увлажняете перед походом на улицу, так как не нужно кожу напитывать увлажняющими всякими вот такими веществами перед походом на улицу на мороз. Это точно делать не нужно. И вам, взрослым, этого делать не нужно. Перед морозом, перед улицей кожу никогда не увлажняет. Есть специальные средства для детей. используйте их специально для прогулок на улице. Это точно нужно делать, я вам очень рекомендую это. Теперь, когда вы избавитесь от этой проблемы, как мы, вы должны, это ежедневная борьба теперь будет с этим все равно, вы должны будете бороться с тем, чтобы сохранить кожу в таком состоянии. Мы после этого кожу увлажняем постоянно. Мы не так часто, конечно, используем, возможно, средств не так много, но мы все равно используем. Да, это действительно, на это уходят деньги постоянно, но что делать, уже такая ситуация сложилась, бывают у детей другие ситуации. Похуже. Поэтому просто постоянно мы теперь следим за увлажнением кожи, постоянно, все, что я вам сказал в этом видео, мы эти рекомендации делаем сейчас, ежедневно. Мы теперь не купаем каждый день, допустим, в ванной, да, но это может быть просто душик, но стараемся так же самое, все-таки в ванной, чтобы ребенок купался в ванне. Ну, ему просто это нравится, во-первых. И мы увлажняем постоянно кожу. Мы это делаем просто регулярно. Следим, чтобы не было лишнего перегрева какого-то. И вот если местами появляются какие-то вот такие пятнышки, намеки просто на то, что может быть какое-то обострение этого дерматита, мы не используем больше кортикостероидов с тех пор, как мы от них ушли, когда мы избавились, вылечили, да, допустим, это состояние, улучшили до хорошего состояния кожи. Но сейчас мы не используем кортикостероиды, мы просто начинаем более интенсивно увлажнять кожу. Но стратегия сейчас у нас такая. Ухудшилась сейчас, мы видим, что-то где-то начинается, что-то похожее. Тут же начинаем увлажнять кожу максимально сильно. Теперь смотрите, я по поводу зуда вам, да, не сказал, в этом видео пропустил. Я сказал, что зуд может возникнуть, но как с ним бороться? К слову скажу, никак. Только вы можете с помощью одежды защищаться одеждой, увлажнять кожу, отвлекающие какие-то крема мазать, но таблетками вы это не уберете. И эксперты тоже со мной согласны. Проводились эксперименты, что если вы будете давать антигистаминные препараты, да, то они не способствуют тому, что вы избавитесь от зуда. Я вам все же напишу препарат, который мы использовали от зуда под этим видео, но скажу, оно тоже никак не особо не повлияло. То есть против зуда, к сожалению, средств особо нет. Это просто какие-то ваши меры по уходу за кожей. Также хочу рассказать вам просто о рекомендациях, в которых были проведены эксперименты, исследования. Всевозможные укутывания. Мы не делали никаких укутываний, но были проведены исследования, все-таки укутывания влажные такие, да, которые помогают сохранить влагу в организме, они довольно хорошо работают. Можете попробовать укутывание, имеется в виду увлажняющее укутывание. Но то, что лучше всего работает, лучше всего работают обычные ванны. Обычные ванны по минимуму 20 минут. В целом, я рассказал все, что нужно вам знать в этом видео, чтобы вам не забывать лишнюю информацию в голову. Более подробно почитайте под этим видосом. Сейчас я просто желаю, чтобы вы избавились от этого как можно скорее, понимая, с чем вы сталкиваетесь. Это наш личный опыт. И действительно, наверное, да, нужно такое видео было записать, чтобы рассказать просто наш опыт, который реально помогло. Мы избавились от этого. Проблемы этой нет. А дальше я расскажу вам короткий наш эксперимент, как мы поехали в Турцию с ребенком, когда у него практически не было на коже никакого дерматита, мы поехали в отпуск. Собственно говоря, это был ноябрь, и мы решили поехать на море. Теперь, если просто хотите узнать эту историю, можете смотреть дальше. Если нет, то заканчивайте на этом. Как хотите. Но вам, возможно, будет это полезно. Но на самом деле ситуация была довольно стандартная, мы были к этому не готовы. Когда мы поехали, конечно же, на all-inclusive, там, да, Турция. Я первый раз вообще в Турции. У меня жена как-то больше каталась по миру, я совсем немного. Но с ребенком все было хорошо, когда мы ехали туда. И уже там, скажем так, и все еще было хорошо, у него просто еще не было такого как сильного обострения какого-то. Было там иногда местами, но где-то примерно, вот, наверное, через месяц, возможно, даже после моря, через месяц после моря было какое-то небольшое ухудшение этой ситуации. Но скажу так, кардинально море нам не повлияло как-то на картину. То есть вы не думаете, что если вы поедете с ребенком отдыхать, то вы там на солнце ему усугубите как-то ситуацию. Нет, в целом отдых не испортил состояние кожи, не ухудшил, но там немного обострилось. Когда мы находились там, в Турции, мы поехали в город Сиде, это красивейший город, реально очень круто там отдыхать, просто невероятно. В ноябре нам повезло еще сохранился сезон, там, если вы знаете, вот, когда горы вокруг, то погода лучше немножко, и там было действительно тепло. Смотрите, там мы делали все, что нужно для того, чтобы сохранить кожу ребенка максимально здорово, мы ее увлажняли, там делали все необходимые процедуры. Мы не перегревали на солнце, он был постоянно укутан, он не сгорал. То есть мы следили за кожей, это наоборот было даже лучше для него, в принципе. И это, во-первых, вода морская, которая тоже хорошо способствует соленой воде. Буквально мы не купали, мы просто там протирали там немножко ручки, ножки, просто походить по водичке, увлажняли. Но немного это все-таки ухудшилось. То есть там, возможно, как-то просто новая среда какая-то. То есть появились небольшие пятна на коже, они были незаметны, не особо-то сильно, как бы там, это не те пятна, которые я покажу вам на этих фотографиях в этом видео. Просто небольшое обострение произошло. Особо мы даже, это даже не было так, что мы начали как-то из этого там беспокоиться. Ну просто мы увидели, да, появились эти пятна, опять оно обострилось. Но смотрите нюансы. Когда мы ехали обратно, когда мы летели уже с этого отпуска домой, мы приехали в аэропорт, да, в Анталии, в Анталии мы стояли в аэропорту. Мы стояли в очереди, у нас была куча времени еще до посадки, там часа полтора-два, наверное, до того, как самолет будет отправляться. Мы выждали свою очередь, мы подходим уже к девочке, которая там проверяет наши билеты, да, и она смотрит на нашего ребенка, который, собственно, у меня на руках, потому что она должна проверить, какое состояние у ребенка вообще, и ваш это ребенок, совпадает ли с документами, с гранд-паспортом и так далее. И она видит, что у ребенка пятна на лице, которые ухудшились буквально за пару дней до конца нашего отдыха. Опять же, это не было что-то кардинальное, просто были на лице пятнышки. Этого хватило, чтобы она начала идти по протоколу, который у нее, там, наверное, прописан как-то, да, у работников аэропорта, что она нам сказала, что нам нужно идти к врачу, нам нужно убедиться, что с ребенком все хорошо, взять у него справку, вообще выяснить, что с ним. То есть, понимаете, мы дошли до очереди, нам говорят, мы вас не пропустим в самолет, потому что с вашим ребенком что-то не так, и я не могу сейчас понять, если принять решение, что с ним. Позже мы анализируем эту ситуацию, действительно, на правах. А вдруг мы дурные родители, мы ее с ребенком везем, не знаем, вдруг у него какая-то аллергия на пищевая, на продукты, вдруг у него в самолете станет плохо, и, а мы ребенком куда-то летим. Она все правильно сделала, она нас отправила к врачу, чтобы убедиться, что у него, если там, да, да, у него кожа, просто там какие-то кожные проблемы. Мы объясняем на английском, что это нормальное, у детей часто это случается, каждый четвертый ребенок с этим сталкивается. Она говорит, нет, мне нужна справка от врача. Я сейчас вас отпускаю, она говорит, что я вас не могу взять на самолет, выдать вам билеты, вы должны ко мне вернуться еще раз, уже без очереди, я вас обслужу, но с этой справкой от врача. То есть, понимаете, только что у нас была куча времени до посадки, теперь мы в стрессе, у нас не пускают самолет. Хорошо, что мы знаем нормально английский, я и жена очень хорошо используем английский в своей жизни, мы постоянно учим английский, и для нас это вообще не проблема, по типу общаться на любые темы. Но когда вы волнуетесь, когда вы переживаете, когда вас не пускают самолет, когда вам говорят, что вы не улетите отсюда просто, потому что у вас ребенок какие-то пятна, мы могли просто не успеть это все порешать, и самолет просто как бы улетел без нас. Мы бы летели уже дальше за свои деньги. Теперь смотрите, что мы сделали, мы пошли, быстро нашли, во-первых, поспрашивали, сами не бегайте по рапорту, не ищите этот медпункт, вы будете искать его сейчас. Сразу же подходите к кому-то, к сотрудникам, спрашивайте на английском, не стесняйтесь. Как сможете объяснить, спросите, что вам нужен врач, вам нужен медпункт, вы хотите найти, вот ребенка показать. Мы нашли тут же медпункт, мы пошли к ним, там сидели ребята, опять же, все на английском объяснили, что у нас атопический дерматит, что у нас все хорошо, у нас кожа все нормально, он посмотрел на кожу, убедился, что да, это действительно атопический дерматит, то есть ребенку не угрожает никакая опасность, он не опасен для других, для окружающих, потому что было бы ему совсем не прикольно, если бы он прилетел, и весь самолет был тоже в каких-то пятнах, да? Почему у нас не пустили в самолет? Все правильно, все правильно сделано, но мы были не готовы к этой ситуации, мы не знали, что так будет, пятнышек было немного, врач нам говорит, что да, это атопический дерматит, вот вам бумажка, все, с этой бумажкой вы идете и на самолет, но эта бумажка стоила нам 60 евро, просто заплати за одну бумажку 60 евро, к слову, эти деньги нам возвращаются потом в страховой компании, что я вам советую, все чеки, которые вы получите в такой ситуации, все, что вам дают на руки врач, вы все это фиксируете и забираете с собой, ни в коем случае не теряете, потому что нам страховая это все вернула вообще без проблем, 60 евро мне прилетели потом на карту, хотя я думал, сейчас, наверное, что особо не вернут эти деньги, мы бежим с этой справкой к нашей девочке, которая должна нам дать билеты на самолет, мы показываем, что у нас все нормально, у нас есть справка от врача, у нас есть штамп, все, нас садись на самолет, мы летимся, нормально прилетаем, но вот такой был довольно опыт, довольно стрессовый, да, интересный, возможно, вам это тоже будет интересно, если вы планируете отдых, тем более, сейчас дело в зиму, как раз примерно сейчас, вот это время, когда люди хотят себе поехать куда-то отдохнуть, в целом, в двух словах, отдых нормальный, можете не бояться с ребенком лететь, с атопическим дерматитом, но обсудите это со своим врачом, возможно, возьмите какую-то бумажку с собой, и что на ней будет написано, что это у вас атопический дерматит, возможно, даже переведите ее на английский язык уже, чтобы у вас была эта бумажка с собой, с печатью, перед тем, как вы будете туда лететь, просто вам как вариант, говорю, или же приготовьтесь к тому, что вам придется попасть еще, к врачу, то есть, если вы все-таки решили поехать отдыхать, потому что в целом, это способствует выздоровлению ребенка, и способствует хорошо для организма, только просто сам перелет, ну, подумать, извести еще, нужно ли все-таки лететь, сам перелет тоже все-таки напрягает иммунную систему, то есть, вы должны понимать, что если вы ребенком летите куда-то отдыхать, вы должны будете думать о том, как укрепить иммунитет ребенку, как в этой дороге, чтобы минимально были какие-то нагрузки на его организм, то есть, вы должны не перегружать каким-то питанием, еще если вы летите с ребенком в самолете, максимально продумайте так, чтобы организм напрягался как можно меньше ребенка. Все, я желаю вам скорейшего выздоровления, надеюсь информация-то реально вам была полезна, ждите в следующих видосах, будет больше информации у меня о здоровье, будут сейчас, ребята, будут интересные разборы по гормонам, по гормонам для спортсменов, это может быть интересно вообще всем мужчинам, да, мужикам, смотрите, будут очень интересные видосы в ближайшее время, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok